Рекламно-информационная программа. 12.06 продолжается программа «Дневный разворот» и сегодня, напоминаем, это рубрика «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Ну и, конечно, нужно напомнить, что это проект двух СМИ, нашей радиостанции и газеты «Бизнес-новости» в Кирове в ближайшем номере. По итогам нашей сегодняшней передачи смотрите, читайте. Самое интересное, это будет произведено, можно почитать. Сегодня мы говорим на тему «Ларех на углу». Олег Прохоренко, Владимир Сметалин, да. Да, ведущий. «Ларех на углу. Современный город и нестационарные торговые объекты, экономика, занятость, качество услуг, конкуренция с сетевыми магазинами». И у нас не радикально поменялся состав участников. Выгодно улучшился, я бы сказал. Да, да. Как и в первой половине, Елена Ковалева, глава города Кирова, сегодня в гостях. Александр Косулин, директор по развитию торговой сети системы «Глобус». Александр Краснов, председатель совета директоров предприятий «Хлебное изобилие». И подошли также присоединяться сейчас к разговору Константин Волчанский, заместитель начальника налоговой инспекции по городу Кирову. И Валерий Турула, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области. Здравствуйте, еще раз. Да, продолжаем разговор о нестационарной торговле, ее перспективах и тех форматах, в которых она сегодня существует. И не закончили немножко разговор по той торговле, которая не регулируется схемами, и тех объектах, которые располагаются на придомовых территориях, по согласованию с собственниками этих придомовых территорий. Как раз мнение Елены Васильевны, Александра Николаевича, ну и, естественно, других участников сегодняшней встречи, хотелось бы услышать, что делать, поскольку есть определенная позиция Санэпиднадзора, на этот счет действует она, не действует, и есть ли перспективы у собственников домов и, соответственно, территории при заключении договоров на размещение стационарных объектов. Елена Васильевна, продолжите. Да, продолжу. Вот на сегодняшний день у нас нет статистики, сколько таких объектов находится, но по нестатистическим данным порядка 300. То есть это сопоставимое количество НТО, которые у нас располагаются в схеме. Да. Безусловно, те НТО, которые сейчас размещаются на придомовых в основном территориях, они у нас не регулируются ни по спецификации, ни по каким-то другим, скажем, позициям. Здесь идет заключение договоров между жителями, которые дают согласие на размещение этого НТО, ну и непосредственно предпринимателя. Как мы уже с вами говорили, мы пытались эту норму запрета перенести в правила благоустройства, но по мнению прокуратуры, тем самым мы дублируем нормы федерального уровня. Действительно, у нас санитарные эпидемические правила и нормативы, они являются законодательными и распространяются на всех нас, поэтому мы обязаны их выполнять. Поэтому мы сейчас прорабатываем алгоритм, каким образом мы будем эти правила выполнять и требовать их выполнения. Еще раз напомню, контроль, согласно данной норме, возложен на Роспотребнадзор. Я уверена, что... То есть муниципальная власть здесь не имеет каких-то рычагов влияния? Я хочу сказать, что мы должны некий алгоритм проработать и провести соответствующее мероприятие по вопросу законности размещения НТО на придомовых территориях. Тогда получается, что и киоски по продаже артезианской воды становятся нелегальными в этой части? Вот я понимаю, что не так все просто в этой ситуации, но правило есть правило. И я бы хотела сказать, что одна часть оппонентов говорит о том, что вы вторгаетесь в нашу сферу, мы жильцы, но они все-таки заблуждаются. Жилищный кодекс у нас регулирует жилищные, скажем, вопросы. Есть другое законодательство, которое говорит, в том числе, кстати, земельный кодекс. Мы знаем с вами, что у нас, если отмежован земельный участок, он зарегистрирован, получен кадастровый номер, то в паспорте указывает целевое назначение земельного участка. Правильно? И если целевое назначение земельного участка – это придомовая территория, которая должна обеспечивать нужды жителей, то причем здесь НТО, которое здесь размещается. В этом случае, Валерий Николаевич, в этом случае земельный кодекс говорит о том, что договор аренды, а это может быть только договор аренды, он должен быть на выделенный участок земельный, который тоже должен пройти регистрацию и получить кадастровый номер. В большинстве случаев это тоже не происходит. Поэтому вопросов очень много к законности, и, конечно, не все так просто, как вы сказали. И мы сейчас будем вырабатывать алгоритмы, я еще раз сказала, взаимодействия с тем, чтобы соблюсти все нормы и правила. И вот мы как-то сегодня не затрагивали тему, а она, в общем-то, на поверхности. У нас на придомовых территориях торгуют спиртосодержащей жидкостью. И у меня огромное количество жалоб жителей, которые говорят, избавьте нас от маргиналов, я прошу прощения, которые здесь у нас копятся и не дают нам спокойно жить. Детям страшно выходить, погулять. Ну, то есть я ведь говорю не от своего лица, я цитирую то, что мне приходит. Начинаем разбираться. Вот такая ситуация действительно есть. Когда-то было какое-то решение принято. Законность этих решений и легитимность этих решений, собраний, которые жители говорят, что мы не знали и не ведали, тоже вопрос большой. Ну, то есть вопросов много, но полагаю, что пришла пора с ними действительно как-то разобраться. Александр Николаевич, у вас тоже была позиция. И потом, Валерий Николаевич, я думаю, что можете тоже там оппонировать. Я, Олег, попробую ответить на ваш вопрос, а что сделать с питьевой водой. Вот здесь как раз и можно включить регулятор и рассмотреть дополнительные места в схеме, но выйти из придомовой территории. Это как ответ. Это как, перенести, что ли? Да, вынести. Эти точки. Ну, в рамках муниципальных земель выделить эти участки, провести аукционы, назначить целевое назначение артезианская вода. И в данном случае вопрос выхода из придомовой территории в законную схему возможен. И это вопрос как раз комиссии и вопрос целесообразности и законности. И в чем парадокс? Александр Михайлович на первой части говорил, когда я попадаю в конкуренцию развития рынка стационарной торговли, у меня нет экономической целесообразности. И я вынужден признать это. То когда в лобовую идет киоск, открывается на придомовой территории, где располагается магазин стационарный, крупный, то как он тогда выживает, как он конкурирует? Каким образом он сегодня определяет свою экономику, если предприятие, производитель от себестоимости не выдерживает конкуренцию, а он и выдерживает? Я думаю, что тоже предположение. Бытовая химия, возможно, просто лучше реализуется. В схему такие киоски не попадают априори, а на придомовой территории почему бы не поставить и не торговать фунфуриками? Тогда экономика может быть складывается. Здесь как раз большой вопрос уплаты налогов, этот же НДФЛ, налог на прибыль и так далее. Чуть позже мы к теме уплаты налога обратимся. Соответственно, КБ, любая форма торговли, которая регулируется законодательством, она, возможно, имеет право на жизнь. У нас четкая позиция. Малым предприятиям надо развиваться. Это естественный процесс, и мы никогда не будем против этого. Но любое развитие торговли должно лежать в плоскости законодательства. Если нарушается противопожарный разрыв, или Новоселина об этом говорила, 15 метров, это нарушение закона. Это угроза. Если на сегодняшний момент СанПИН регулирует, то, соответственно, это нарушение законодательства. Это угроза. Есть размещение на сетях коммуникации, и это тоже нарушение законодательства. И это тоже угроза, невозможность провести теленные земельные работы, устранить аварию. То есть мы должны осознанно понимать, что если предприниматель осуществляет деятельность вне закона, то здесь возникает вопрос, и такая практика сегодня уже появляется. Это недобросовестная конкуренция. И здесь уже регулируется это антимонопольным законодательством, законом о защите конкуренции, статья 14.8. Поэтому любая форма конкуренции приветствуется, но она должна быть в равных условиях исполнения законодательства. У нас позиция такая. Валерий Николаевич, я чувствую, что много там уже у вас что накопилось, прям бурлит, чувствуется. Давайте только сажаем о теме, вот как раз при домовых территориях. Нет, 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 я прошу все-таки потерпеть полминутки, у нас сейчас пауза небольшая. Хорошо. Итак, мы продолжаем разговор на тему «Варек на углу современный город и нестационарные торговые объекты». Добрались до темы размещения НТО или киосков на придомовых территориях. Выслушали позицию и руководства города, и торговых сетей крупных. Тогда хотелось бы услышать защитника предпринимателей со стажем Валерия Николаевича Турова. Что-то мне подсказывает, что грядет вторая волна борьбы за НТО, которые размещены уже на придомовых территориях. Абсолютно правы, и я как-то уже в эфире, здесь мы не помню с вами, Володя, или с кем я был, или с Аней. Мы поднимали этот вопрос, что, по сути дела, под эгидой и флагом защиты предпринимательства, его развития, запускается новый виток для того, чтобы с этим предпринимательством было окончательно покончено и навсегда. Вот это мы четко видим, и мы это чувствуем на практике. Для этого аргументация очень хорошая приводится и Еленой Васильевной, и уважаемый мной представитель «Глобуса», с которым мы, кстати, встречались в свое время и обсуждали вопрос, как проинтегрировать малый бизнес с сетевым бизнесом «Глобусы», для того, чтобы эта интеграция отвечала интересам и сетевым, и интересам малого предпринимательства. К сожалению, до логического конца ничего у нас доведено не было. Я просто вспоминаю эту тему, когда нам надо было поднимать вопросы питания и вопросы остановочных этих павильонов. Я тогда был депутатом Городской думы. С поклоном Киселев Василий Алексеевич обращался к предпринимателям и говорил, ребята, возьмите на себя эту нагрузку, мы вам гарантируем, на всю оставшуюся жизнь будет вот так жить, вы будете. Мы будем в шоколаде, мы один рубль условно вам аренду устанавливаем земли и так далее и тому подобное. Валерий Николаевич, город же живая среда, он развивается, развивается в форму торговли. Вы, Олег, правильно говорите. Следовательно, эта динамика развития города, она должна была быть проинтегрирована и систематизирована с развитием чего? Малого бизнеса. С ним должны были чего делать? Советоваться. И находить какие-то точки взаимодействия. И находить совершенно правильно. А как у нас происходило? Вот, Елена Васильевна, абсолютно, САНПИН, это закон и так далее. Но, дорогие мои друзья, правильно сказано, что на территории, придомовой территории, она может использоваться для нужд кого? Населения дома. Жители этого дома, следовательно, Елена Васильевна, но ведь люди... Для вопросов, которые связаны с обслуживанием общего имущества. Стоп, 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 не надо. Вот это вы уж тут начинаете натяжку делать. В данном отношении мы тогда, и я обращался в городскую администрацию, и нам предлагали этот вариант. Ну, давайте, ребята, мы понимаем, что мы здесь перегибаем палку, уходите на придомовую территорию, там всё у вас будет в шоколаде. И мы вмешивались... Ну, извините, но я участник тех событий. Эти были даны гарантии. Это какой год был? Это был 2012-2013 как раз. То есть это постановление Анищенко уже действовало? Да. В тот момент? Да. Это было тогда, когда Валерий Николаевич залезал на крышу киоска? Да. Я сгонял разборки, там всё это, демонтаж шёл и так далее. Я находился в санатории, и из Москвы приехал сюда, потому что снос был. И сразу с поезда залез на крышу киоска и сгонял оттуда рабочих. Говорю, на каком основе? Вы что творите, ребята? Так же нельзя поступать. То есть тогда были обещания, что на придомовой территории проблем не будет? Конечно. Но тогда мы, если вы помните, мы в течение года около 300 судов проходили. 300 судов по ликвидации нестационарных объектов. В ассоциации тогда было больше тысячи нестационарных объектов. Больше тысячи. Сегодня мы с чувством преисполненного долга говорим, у нас числятся 300. Это развитие местности. Это на придомовых территориях. Да. Ну, я не знаю, сколько там Елена Васильевна точнее знает. Ещё больше 400? Или всего? Нет, мест. По схеме. Нет, мы можем сказать только по схеме. У нас в схеме 415. Вот, 415. Но по факту используется. Там у нас есть свободное 318. Вот, смотрите. Я же услышал Елену Васильевну, она правильно говорит. Но ведь это тоже тема, если мы говорим о придомовых территориях и НТО, эта тема легко регулируется, когда запрос делается у кого? У управляющих компаний, территориальных управляющих компаний, которые обязаны дать согласие на размещение в соответствии с действующим законодательством. Это не просто с домом заключили соглашение. А там ещё третье лицо есть, которое согласовывает размещение этого объекта. Управляющая компания дома. Но дом-то даёт согласие на то, чтобы этот предприниматель обеспечивал теми продуктами питания, которые нужны жителям этого дома. Он, по сути дела, ассортимент определяет. Он определяет, что этот бизнес должен быть обременён устройством детской площадки, устройством входной группы. Это же не так всё просто. Уборки территории прилегают. Уборки территории, да. Это же не так просто всё делается. Люди-то с какой-то определённой выгодой для себя дают добро на то, чтобы разместился этот бизнес. Но сегодня мы говорим... А как прийти к консенсусу-то? Понятно, что кому-то, наверное, это нужно. Олег, вы же отметили это. А какие-то люди недовольны. А это означает следующим образом. Дом, насколько определил аренду, если у него есть неудовлетворение этим объектам, он просто разрывает чего? Дорога аренды. А вот такой момент, который Елена Васильевна упомянула. Торговля, спирта, содержащая продукция. Так вот, дом-то в справе самый расторгнуть. Если у него есть... Ребята, при чём тут кто-то? Если дом возмущается, то почему он обращается к администрации? Он расторгает договор в виде нарушения тех условий договора, которые были. Ну, что тут мы говорим-то? Александр Николаевич Кассурович не говорит о том, что предприниматель прекратит эту деятельность. Нет, это уже другой вопрос. Вот здесь уже обращение идёт к тому, к силовым структурам, к надзорным органам, что нарушается. И мы всегда на этом... Вот Александр Михайлович, он свидетель того, что мы в ассоциации даже вводили норму, что кто нарушает правила игры, мы его исключаем из ассоциации. Были такие случаи? Конечно. Мы сотнями исключали. Сотнями исключали из ассоциации и говорим, мы защищать ваши права не будем. Так было. И что с ними случилось? Вы их исключили? Нет, так они потом... Они исключили, их потом снесли на полном основании. Тогда начальники, руководители территориальных управлений просто издавали распоряжение о сносе этих объектов. Их никто не защищал. Наверное, торгуют в другом месте. Но это уже их дело, это их право, да. Валерий Николаевич, вопрос, да. Если на сегодняшний момент собственники жилья приняли решение, проголосовали и дали согласие на заключение договора, они указывают конкретное лицо, конкретного предпринимателя. Но в процессе жизни этот предприниматель прекратил договор. Вернее, не так. Он прекратил свою деятельность и заключил договор субарендой. Нет, ребята, если есть нарушения, то это уже тема, которую должны и решать вместе с жителями дома, обозначать у них, ребята, у вас нарушили договор, давайте будем осуществлять соответствующие процедуры. Вот цивилизованный механизм. Да, мы каждый раз обращаемся к никому, к собственнику. Конечно. Но ведь собственники, это несколько людей. Вот, ребята... Когда все, это никто. А вот теперь вы меня заводите в конкретную тему. ЖКХ. Почему, если собственник коллективный, почему с меня индивидуально дерут деньги за ЖКХ, за капитальный ремонт? Нормальные правила игры, двойные стандарты. Я поражен. Классика жанра. Лишь бы снять бабло. А я вот, знаете, хотел бы, Валерий Николаевич... Поэтому я считаю, что цивилизованным образом должно решаться и механизмы, они абсолютно существуют, правовые механизмы. И не надо сюда подтягивать дополнительные какие-то нормативы, законы и так далее и тому подобное. И если есть эти нормативы, нарушаются, то их надо, кто в аренду сдавал, с ними решать вопрос. И они расторгнут чертовой матери, либо потребуют от него наведение порядка на этом объекте. По вашему мнению, заключив договор аренды, собственники, не зная определенных правил, норм, например, противопожарный, разрыв 15 метров, сегодня они несут ответственность за нарушение закона? Вы не обратили внимание, что есть третье лицо, которое отвечает за все эти нормативы, это территориальное управление, которое согласовывает размещение этого объекта. Нет, 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 Валерий Николаевич, вы не правы. Территориальное управление или управляющая компания, это все-таки разные юридические лица, одни являются представителями власти, я вас внимательно слушала, другие наняты жителями для обеспечения своих интересов. Мы это понимаем прекрасно. А вот вы сейчас затронули тему ЖКХ, я не хочу уходить в тему ЖКХ, но я ориентируюсь на жалобы жителей. Вот у нас сегодня тема контейнерных площадок, непосредственно переполненных контейнеров и заключенных договоров управляющими компаниями, которые до сих пор до конца свою функцию не выполнили, и дестационарный торговый объект. Я интересовалась. Так вот, ни у кого нет никаких договоров, ни САХ, ни с другой компанией, где они осуществляют как потребители этой услуги плату за выброс твердых коммунальных отходов. А они неизбежно есть. И люди жалуются, что они своими ящиками тут все замусорили. Поэтому мы говорим, а вот, Валерий Николаевич, я за то, чтобы в крайности не уходить. Мы говорим за цивилизованное продвижение бизнеса, в том числе, или, может быть, даже в первую очередь, учитывая, что у нас сейчас в нацпроекте, который будет реализовываться, это тоже занимает первое место. Но цивилизованный, малый и средний бизнес. Но тут мы все-таки должны делать, скажем, защищать интересы добросовестных предпринимателей и вырабатывать общую позицию по поводу недобросовестного предпринимательства. Я думаю, что вы согласитесь со мной. Мы должны защищать добросовестного предпринимателя. И ни в коей мере никто не говорит о том, что это механизм бороться с предпринимательством. Абсолютно нет. У нас предприниматель на самом деле ведет деятельность в разных отраслях, как в стационарных помещениях, будем так говорить, так и не в стационарных, о чем мы сегодня говорим. Елена Васильевна, муху от котлет надо отделить. Совершенно верно, я вам об этом и говорю. И я об этом говорю. Собственником территории являются кто? Жители дома? Так. Так к ним и выражайте претензии, что она захламлена. А они уже в ответку будут разбираться, а почему она захламлена-то? Они отдали под аренду этот участок. Либо наводить порядок, либо расторгать. Вот и все. Валерий Николаевич, я и сказал, что мы сейчас проводим соответствующие мероприятия по вопросу именно законности и соблюдения правил внешнего благоустройства. Следовательно, эта тема-то не предпринимателей. Это тема наведения порядка муниципалитетов. Не только предпринимателей. Конечно, конечно. Никто не сказал, что в этом мы обвиняем малый бизнес. А сводится-то все к тому, что виноват. Не-не-не-не-не. Я предлагаю все-таки от темы внутридворовых территорий отойти. Мы ее достаточно обсудили. Понимание появилось, по крайней мере, что здесь есть третья сторона, управляющая компания, которая определяет. Но самое главное и самое основное, что все-таки такие объекты пока нелегальны и незаконны. Получается так. Я бы не сказал нелегально-незаконны. Это все от лукового. Либо могут быть какие-то компромиссы, как упомянутый факт по ключевой воде. Я бы говорил, что существует площадка, на которой можно найти компромиссные решения этого вопроса цивилизованным методом. Нет, Олег, что значит нелегально? Если есть договор между предпринимателем и ТСЖ, то это уже легально. Конечно. Уж коль я взял... Коллеги, посмотрите. Если есть договор, я с вами согласна. Это договоренность двух сторон. Но насколько вообще они имеют право на заключение этих договоров? Потому что у нас на сегодняшний день еще есть такие земли, которые не разграничены. Это вообще не является собственностью жильцов этого квартирного дома. Нет, речь идет о том, где именно выделена земля. А давайте проведем исследование, где поставлено на регистрационный учет кадастровый выделенный земельный участок под НТО. Я вам гарантирую, нет такого ни одного. А вы сейчас говорите о легальности. Елена Васильевна, а каким образом вы выделяете земли под НТО, если вы не выделяете эти земли? Есть воздушное пространство, которое называется торговое место. Я аплодирую, Елена Васильевна. Я говорю о том, что жители, которые являются собственником этого земельного участка, заключая договор аренды и выделяя, они его должны занести также в реестр. Елена Васильевна, для конструктива тогда вашу технологию торгового места перенести на земельные участки при домовой территории. И будет точно так же работать, как у вас. Все супер. Вот цивилизованное расхождение. И не надо никому арендовать никакого земельного участка. Так, давайте немножко выдохнем. У нас подошло время рекламы. У нас заскучал немножко представитель налоговой инспекции, замначальника налоговой инспекции по городу Кирову Константин Волчанский. Давайте после рекламы дадим ему слово. Все-таки узнаем по части налогов, что происходит с НТО. Действительно ли там какое-то снижение наблюдается. Через минуту. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Итак, мы продолжаем нашу программу. Очень оживленные дискуссии были во время рекламы. Но, как бы то ни было, немножко остановимся вот на каком аспекте. Мы говорим сегодня о ларьках. Тема называется «Ларек на углу. Современный город и нестационарный торговый объект». Мы так называем. Понятно, что это киоски либо павильоны. На сегодняшний день вот эти киоски, они являются, и тенденция, видимо, идет к тому, что точкой для самозанятости, для какого-то человека конкретного, который берет и реализует свою возможность права на труд. Либо это все-таки какая-то точка, которая позволяет наполнять бюджет с точки зрения налогообложения. И хотели послушать гостя, приглашенного заместителя начальника налоговой инспекции по городу Кирову Константина Волчанского. Какова тенденция, есть ли там рост, сокращение поступления доходов от нестационарной торговли в Кирове? И вообще они наяву вот у налоговой? Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, еще раз. Хотелось бы буквально в двух цифрах описать, что для налоговой инспекции представляет собой нестационарный торговый объект. На учете стоит порядка 1250 организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю через объекты нестационарной торговой сети. Сумма уплаченных налогов по данным лицам за первое полугодие составляет 18 миллионов. Исходя из того, что 99% данных лиц применяют единый налог на вмененный доход, можно прогнозировать величину налоговых поступлений в 2018 году на уровне 36 миллионов рублей. То есть на два умножаем, примерно получаем? Да. Получается, да. 40 миллионов почти. Понятно, что единый налог на вмененный доход у нас не зависит ни от выручки, ни от расходов организации, что там ключевым является площадь или сам объект. Есть ли цифры по предыдущим годам, чтобы сравнить? Можно говорить о том, что если сравнить с прошлым годом, то по количеству объектов у нас показатель не изменился. Порядка 60 индивидуальных предпринимателей и организаций уменьшилось. То есть такая довольно стабильная... То есть 1200? Да, примерно 1300-1250, да. Но это ведь только ЕНВД, это не считая НДФЛ, налог на доходы физических лиц, тех предпринимателей или торговцев, которые осуществляют эту деятельность. Безусловно, но если говорить об этом рынке нестационарных торговых объектов, то 84% это у нас индивидуальные предприниматели. То есть сразу понимаете, что у нас индивидуальный предприниматель, если он на ЕНВД, он не платит НДФЛ и платит фиксированные платежи страховые взносы. То есть там всё достаточно прозрачно. И, допустим, фиксированные платежи, в чём особенность, понятно, что да, их нельзя скрыть, ему они начисляются государством в фиксированном размере, он их обязан заплатить. То есть там тоже, опять же, не влияет на его доход, который он получает. То есть, если говорить со стороны налоговой инспекции, то претензий к таким налогоплательщикам, можно говорить, что это минимальные у нас. Например, если есть какие-то вопросы, то что это? Основное нарушение, которое допускает данная категория лиц, это несвоевременное представление деклараций, это несвоевременное представление расчётов, несвоевременное. То есть, ну и, скажем так, представление уточнённой налоговой декларации без предварительного плата налога и пения. То есть вот это основное нарушение. Та тема, которую мы обсуждали, размещается ли киоск в соответствии со схемой и легализован с этой точки зрения, либо он легален, да, но договор заключён напрямую и размещается на придомовой территории, для вас разницы нет. Налоговое поступление как с одних, так и с других абсолютно. Всё правильно, да. Ну что, смотрите, цифры примерно из года в год одинаковые. По части налогов в общем и целом хорошо платят. Ну, эта доля невелика, конечно, если сравнивать с долей стационарных торговых объектов и торговых сетей, наверное, это, ну там, ничтожная доля, но роль-то ведь другая. И 40 миллионов в год налогов, между прочим, ведь не так уж и мало. А, Валерий Николаевич? Я вот с Олегом соглашаюсь, потому что действительно здесь и налоги и так далее, но самая главная проблема – это самозанятость и население. И в этом отношении мы почувствовали, когда, скажем, ярмарка была ликвидирована уже до вокзала, сразу тогда на несколько сот, бабахнули мы индивидуальных предпринимателей, на несколько сот человек. И когда нам говорят, да, они найдут себе рабочее место, всего 10% остались на рынке. 10%. Причем на рынке в буквальном смысле. На центральном рынке места представили. Да, где-то там в стационарные пошли объекты на первые этажи, 10%. 90% просто были ликвидированы. Поэтому вопрос-то он носит еще не только экономический характер, не столько экономический, как социально-экономический и морально-этический. Что люди должны иметь работу, они должны чувствовать себя нужными для какой-то деятельности. И вот этот вопрос, я думаю, он является главенствующим, потому что в законе о муниципальном управлении, да, там 131, по-моему, закон, да, насколько я помню, там отдельной строкой так и сказано, что это обязанность муниципалитета, организация малой торговли. Олег Николаевич, есть один нюанс. В самом начале программы, вы, к сожалению, не слушали, Владимир озвучил опрос людей на театральной площади, которым задавали простой вопрос, покупаете ли вы что-нибудь в киосках. И люди в большинстве своем все-таки говорили, ну, если покупаю какую-то мелочевку, жвачку, расческу, а так иду уже все-таки в магазины. Все, я вас услышал, но между тем тогда скажу. Около 8-10% общего товарооборота по городу Кирову, я буду, к сожалению, оперировать цифрами трехгодичной давности, когда у нас 32 миллиарда был товарооборот годовой, 32 миллиарда, 10% приходилось на нестационарную торговлю, куда мы включали и центральный рынок. 10%. То есть 3 миллиарда 200 миллионов. Да. Следовательно, в чем интерес сетей на сегодняшний день, учитывая, что объемы продаж упали, объективно упали, интерес ликвидации малого предпринимательства. Николай сейчас внимательно, если к словам Валерия Николаевича. Слушайте внимательно, да. Они заинтересованы, не вкладывая деньги в развитие бизнеса, а вкладывая в социальное наведение порядка и закономерности, ликвидировать малый бизнес и ни на чем получить этот доход. Ведь люди все равно будут это покупать. Я правильно услышал, что это неестественный процесс, когда люди просто меняют свою психологию потребительского поведения, идут в большие супермаркеты? Это давление идет, всего пиара и так далее, там подобное, для того, чтобы сделать видимость о том, что это ничего не приносит и оно не нужно. 10% Олег, это серьезная цифра. Александр Николаевич, парируйте. А можно я? По поводу всего прозвучавшего. Нет, Валерий Николаевич, все равно жизнь движется вперед, ничего не остановишь. И я вот просто хочу привести вам такой пример. Наверное, 10-15 лет назад многие, изъявив желание заменить или приобрести автомобиль, куда ехали? На авторынок. Сегодня мы куда едем? Да, мы... На автосалон. На автосалон. Появился трейдер. На автосалон, да, поэтому, понимаете, но все равно жизнь не остановишь, и кого-то обвинять в том, что там умышленно идет уничтожение, наверное, это все-таки неправильно. Ну, простите, но составлять с автомобилями тут не слишком корректно. Да, я тоже считаю не очень корректно. Ну, как? Ну, какая разница? Я просто говорю о том, что... Я перевел факты, Елена Васильевна. Я говорю о том, что со временем потребности людей по качеству, по услуге, они все выше и выше становятся, и это хорошо. Елена Васильевна, вы... Некорректно в том смысле, что автомобиль не предмет первой необходимости. Елена Васильевна. Я привела пример не в том, что... А тут немножко другой. Изменения в психологии. Абсолютно олег, правильно. Елена Васильевна, вы же были за границей, да, где очень цивилизованный уровень обеспечения, да, торговлей и услугами, очень высокий. И я тоже был в Соединенных Штатах, в Австрии, в Бельгии, там, в Бразилии был и так далее. Но почему-то никто не отказывается от нестационарной торговли, и они, более того, они, как вы сказали, архитектурно вписывают это в облик города для того, чтобы это было... Это еще отдельная тема. Интересно. Да, у нас времени остается совсем немного. Две минуты. Две. Давайте этой темой закончим, она все-таки более, наверное, активистичная. В Вене рынок, там, после 12 часов, там такой бардак в центре города. Ну, по двум часам дня наводят порядок. То же самое в Ослое. Да, ну, что тут, ребята, да. Коротко по цифрам. Валерий Николаевич, наша компания растет. Я в курсе. Поэтому мы не падаем. Система глобус, мы напоминаем, да. Второе. Мы ежегодно вкладываем порядка 5 миллионов благоустройства. И это конкретные цифры. А если там говорить, вот, еще какие-то цифры, да, там, более 23 тысяч цветов мы в этом году только посадили. То есть, поэтому, как бы, говорить о том, что наша цель убрать с рынка НТО, это от лукавого. Я не говорил убрать. Вы заинтересованы, чтобы их не было. Я говорил о разных вещах. Мы говорили и будем говорить, что мы за любую форму предпринимательства. Она должна быть. Мы на сегодняшний момент понимаем, что всегда у человека должна быть возможность стартапа. Сегодня местным товаропроизводителям нужны и такие формы развития. Сегодня в микрорайонах новых мы сегодня быстро не заходим, потому что коммерческие площади не готовы. Но мы за то, чтобы каждая форма торговли соответствовала требованию законодательства. Ясно. Володь, я тогда реплику, одну реплику. Вот понимаете, наведение порядка, оно тоже связано. В законе сказано, что обеспечение площадями нестациональной торговли должно быть не менее вот этой цифры. Как поступила власть в рамках закона? Они говорят, а вы уже превышаете эти нормы, и поэтому вы там лишние. Нормальный подход? Все по закону. И соответствующее положение было принято. Я говорю, тут никто не ограничивает увеличение больше. Нет, вы превысили минимальную норму, и поэтому вы лишние здесь. Вас надо ликвидировать. Ребята, ну вообще такой подход. Финальный вопрос всем гостям. Закон, он тоже как ты шла. Должны быть киоски и должны сохраняться в Кирове, или все-таки мы переходим больше на стационарную торговлю? Ну, Александр Николаевич уже, по-моему, ответил, лишь бы в рамках закона. Конечно, конечно. Я полагаю, что вот Александр Николаевич подвел практически итог всей нашей, наверное, сегодня дискуссии. Но вот говоря все-таки о соблюдении там архитектурных каких-то норм, чтобы вписывалось... Давайте мы отдельную программу... Да, давайте мы отдельно поговорим, потому что с точки зрения благоустройства, правил, все-таки это тоже очень важно. Это вам как правило Орбан уже, наверное. Да, внешний облик города, он формируется не только офисами, там, школами и социальными объектами и жилыми, но и в том числе нестационарными торговыми объектами. Да и стационарными тоже. И стационарными в том числе. Александр Михайлович, добавите 15 секунд. Ну, учитывая то, что будет разрабатываться новая схема, желательно, чтобы над этой схемой работали все представители. Представители власти, представители бизнеса, мелкого, крупного, торговых компаний и, естественно, местных производителей. Такое пожелание. Константин Андреевич, ваша позиция все-таки нестационарной торговой? По поводу, должны быть нестационарные торговые объекты или нет, к налоговой вообще, наверное, некорректен. Лишь бы вы платили вовремя. Да, вовремя, вовремя, в полном объеме. И наполняемость бюджета, чтобы было. Да, безусловно, это наша функция, от нее и отталкиваемся. Спасибо. Завершаем на эту программу разворот на бизнес. Благодарим всех наших сегодняшних гостей. Еще раз напоминаем, что текстовая версия программы будет опубликована в ближайшем номере бизнес-новостей. Повели сегодня эфир Владимир Сметанин. Олег Прохоренко. Всего доброго. До свидания. До свидания.